В Ленинском районе продолжается отчетный период. В городском поселении Горки-Ленинский состоялся отчет главы и администрации по итогам работы за 2017 год. Его озвучила глава поселения Наталья Комалихина. На мероприятии присутствовали местные жители, глава района, его заместители и руководители муниципальных служб. Послушала выступление и наша съемочная группа. Отчет главы поселения традиционно начинается в фойе музея имени Ленина, где участники мероприятия обсуждают предстоящие выступления и совместно готовят вопросы, которые зададут руководству поселения и района в конце отчета. Дом культуры любимый, закрыт. Да, дом культуры, сколько детей всегда было. Снег, вообще не чистится, ни машин, ничего. Мой дом. Заребают и все, я сейчас буду выступать здесь. Наталья Комалихина лишь в конце прошлого года стала главой поселения Горки-Ленинский. Но благодаря предыдущей общественной работе хорошо известно и жителям поселения, и районной администрации. Я знаю, что она очень сильно волнуется, потому что является человеком не просто творческим, но отзывчивым к людям, она переживает каждую проблему как свою. И вот это отношение внушает доверие и мне, и жителям о том, что все на территории поселения у нас получится. В начале выступления глава поселения озвучила шаги, направленные на создание обратной связи с жителями района и совместной работы по обеспечению нормальной жизнедеятельности поселения. Более 400 вопросов мы достаточно быстро разбирали и разъясняли с жителями. На глобальные вопросы необходимо время, но по каждому делу ведется контроль и участие жителей в обсуждении волнующих вопросов. В своем отчете Наталья Комалихина также отметила активное развитие инфраструктуры. Это строительство школы и детского сада в микрорайоне Купеленко, продолжение масштабной реконструкции в Петровском, строительство нового водозаборного узла в Горках-Ленинских. Проведены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах поселка Горки-Ленинские, поселка Петровская, деревня Кариновка. Всего отремонтировано 59 подъездов. При этом сумма средств Московской области составила 2 миллиона 600 тысяч рублей. Софинансирование из бюджета поселения составило 1 миллион 300 тысяч рублей. Особое внимание в докладе было уделено неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся в районе реки Купеленко. Существует факт загрязнения реки Купеленко. Все это говорит о том, что нам нужно принимать дальнейшие меры, потому что бы эту ситуацию не просто законсервировать, первое сделать ее работоспособной с точки зрения нормализации работы стоков с этих очистных сооружений. Мы добились в том числе с помощью губернатора нашего области Андреевича Воробьева передачи этих очистных сооружений в муниципальную собственность. Также в отчете глава озвучила выполнение программ по культурной и спортивной работе в городском поселении, решение социальных вопросов и работу с льготными категориями граждан. В конце доклада традиционно на вопросы жителей ответили руководители поселения. Муниципалитета, а также представители районных служб. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.